Главным инспектором по соблюдению прав человека должен быть президент. Об этом глава государства заявил сегодня на церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда. Виктор Рябцев – юрист-международник с 20-летним стажем в судебной системе. Он принес присягу в присутствии президента, глав обеих палат парламента, председателей Верховного и Конституционного судов. Беру на себя обязательства перед народом Республики Беларусь честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенства Конституции Республики Беларусь. Церемония пусть и короткая, но торжественная, а главное – неповторимая для судьи. Хоть избирается он на 11 лет, присягу приносит лишь однажды. Александр Лукашенко вручил Виктору Рябцеву удостоверение и подарочный экземпляр Конституции, а также выразил уверенность, что новый судья – достойный борец за права и свободы. Это лишний раз напоминает всем нам в стране и за ее пределами о демократичности нашего государственного устройства. Я убедительно пользуюсь случаем, хочу попросить вас, наших руководителей двух ветвей власти законодательной, судебной, чтобы вы действительно были надежным стражем соблюдения основного закона нашей страны. И, вы знаете, часто требуют, вот омбудсмент надо ввести такую должность, чтобы права человека защищали, чтобы законность была и прочее. Знаете, у нас, хоть его и нет, такой должности непосредственно, я всегда говорю, только тогда будут соблюдаться права человека. Право на жизнь, на труд, достойную жизнь, образование, здравоохранение и так далее, и так далее. В том числе получение информации, свобода в средствах массовой информации, свобода слова и так далее. Все надо видеть права человека. Они только тогда будут соблюдаться, если главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент. И вы должны стать рядом со мной, и именно мы, силой власти, должны обеспечить соблюдение основных прав наших граждан. В судебной системе Конституционный суд занимает особое место, ведь призван следить за соблюдением основного закона, а также прав и свобод граждан. На страже этого стоят 12 судей. Половину назначает глава государства, еще шестерых избирает Верхняя палата парламента. Однако официально судья вступает в должность лишь после принесения присяги.